Здравствуйте! Сегодня хочу рассмотреть тему, что делалось с огуречной плетью, когда она достигла верха теплицы. Я поступаю так. Первый вариант. Делаю обрыв листьев на нижнем побеге, где уже нету завязи огурца. Я опускаю данную плеть донизу и заворачиваю ее вот так кольцом. Завернул. И даем время, чтобы она немножко подсохла. День-два. И потом можно эту плеть засыпать землей. С этих узлов, где были листья, возможно, пойдет и новая огуречная плеть. Но если не пойдет, то будет усилена корневая система. Так как у меня корневая система богатая, то я здесь ничего не буду предпринимать. Так ее и оставлю на этом месте. И другой вариант. Давайте рассмотрим, что можно сделать, если данная огуречная плеть достигла верха теплицы. Здесь сделаю пришибку роста побега. И даем возможность сформироваться новой огуречной плети, которая начала расти из самого нижнего узла. Вот это новый рост огуречной плети. Старый я помаленьку буду удалять по росту от падения огурцов. А новый дам возможность расти. И потом, если она достигнет верха, повторяю тот же самый этап несколько раз. Вот так выглядит у меня огурцы на данный период времени. Два дня назад я их обработал фитофермом от паутина клеща, так как этой болезнь начал садиться на слабоустойчивые сорта огурцов. И пришлось все здесь обработать. Огурцы все маленькие посрывал и оставил только завязи. Как видим, огурцов почти и нету здесь, потому что они были все сорваны. А вот эти вот завязи, которые сейчас формируются, им около 2-3 дней. Надеюсь, что это видео поможет многим, кто не знает, как поступить ему, если огуречная плеть достигла верха теплицы. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, здорового и богатого урожая. До свидания.